Аня, скажите, пожалуйста, как вы начали свою работу? Потом в конце, конечно же, еще хотели задать вам вопросы насчет вот моей девочки, которые сейчас идут, они будут задавать свои вопросы. Скажите, пожалуйста, какие вот фишки или, может быть, как вы начали эту работу? Я вчера слышала, но вот мои девочки что-то слышали. Ну, честно сказать, я не совсем верила в свой результат. Когда я начала бизнес, я, конечно же, до этого была в другой компании, но у меня там ничего не получилось за год, ничего не получилось, и я, конечно же, разочаровалась и ушла. И примерно через месяц мне предложили компанию Фаберлик, я ее рассмотрела, но зарегистрировалась не сразу. Я пошла сверять все другие сетевые компании, я поняла, что их много. Я сверяла маркетинг-план, я сверяла ассортимент, премии, акции, бонусы, ну и Фаберлик везде, прямо на несколько пунктов побеждал. И, конечно же, я тогда зарегистрировалась в Фаберлик, потому что деньги – это наше все, с помощью денег можно свободно жить, путешествовать по миру, покупать квартиры и так далее. И, конечно, я была очень сильно ограничена в средствах, мягко сказать, вот так, да. И я выбрала спам, я создавала страницы, я всем писала в различных соцсетях, Инстаграма тогда вообще еще не было, он еще не был. Да, 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 он только еще начал развиваться, мы развивались в ВКонтакте, в Одноклассниках, в умерших уже, можно так сказать, в соцсетях, как Мой Мир и так далее. То есть я просто много очень делала, большие охваты людей, предлагала им деньги, предлагала им доход, выгружала доходы своих наставников на своей страничке, они заходили, смотрели. Примерно на 300 человек охвата была одна регистрация, остальные все отказывали. И вот так мы за 4 месяца открыли статус директора, а за полгода мы открыли статус старшего директора, а за год мы открыли статус рубина. Просто шоколадар, пораздар. Вот чисто на спаме, вот писали, 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 всем подряд. Бесплатная реклама. Да, бесплатная реклама. Мы никому вообще, как даже сказать, никого не выбирали. Мы выбирали только что возрасту, 18+, мы не выбирали, по каким странам мы работаем, по каким городам, всех подряд. К нам уже на первом году работы у нас были страны и Казахстан, много очень казахов было, и были русскоговорящих, конечно. У нас сильный языковой барьер с молодежью, потому что они не все русские понимают, да, а вот люди постарше, там, 25-30 лет, они понимали русский. Очень хорошо тогда, 8 лет назад уже. Беларусь очень много к нам людей пришло, конечно же, Россия и много-много других стран еще. Но там по чуть-чуть, так, понемножку. Молдова была, в общем, ну, сейчас точно не вспомню, но несколько стран уже, по-моему, стран 6 было. Смотрите, вот сейчас многие думают, что Febolik – это компания, которой уже рынок весь охватил. Многие так думают. Как такое может быть? Вот сейчас вот многие так думают. Я вот смотрела вот… Это конкуренты, наверное, так говорят. Да, это конкуренты, да, говорят. Ну, так… Ну, я вам хочу сказать просто, вот смотрите, я, например, пришла два года назад, да, два с половиной года назад. Есть такие люди, которые пришли, вот я вчера смотрю, год назад, ну, открыли такой же статус, как у меня. Да. У нас Саида Раджабова не в нашей на команде, а Умаря Мумарова, она в команде. У нас открыли статус, чем выше у меня. Представляете? То есть вот это убеждение, которое люди себе сами, вот как ассессор, как говорила, неправильное убеждение, которое делает, ну, как он называется, тянет людей назад. И я же говорила, что я работала в других компаниях. Да. Мне было очень сложно, потому что надо было каждый день ездить в офис, как по нами. Как тюрьма надо было соблюдать такие законные, представляешь? Заходить запрещено, выходить запрещено, обучение, там, обед, там, полчаса. И это было очень, представляете? И меня это всё достало. И там, знаете, вот реализовали только БАДы. А онлайн даёт действительно всем людям, я уже говорила до этого, действительно очень хорошая возможность, свободу. Я вот, я скажу сейчас вашим девочкам, да, вот я родила двоих детей здесь. Поберлик. Да. Здесь и Поберлик. Да, ещё заработала миллионы, купила трёхкомнатную квартиру и дальше зарабатываю, и повышаю свою зарплату. Умница. Это, знаете, вот, это вот возможность, которая нужна каждому человеку. То есть каждой женщине, которая сидит, даже дома с детьми. И многие это не понимают. И многие такая, даже если понимают, не хотят нам стремиться, потому что думают, что у них не получится. На самом деле, если в онлайне человек работает, получится абсолютно всех. Согласитесь? Я вообще, Мадина, я восхищена, я вам честно скажу, потому что это невероятно. Вот с таким маленьким грудничком, два месяца, вам три? Чуть больше два месяца. Чуть больше два месяца. Вот он у неё вот так вот вот спит, и она с ним везде-везде успела, и на все тренинги. И вообще решилась приехать. Да, ты ещё, наверное, грудью кормишь, да? Да, то есть кормят ведь по часам. Это ведь до такой степени хочется роста. И сколько раз я слышала выражение, я не могу работать, у меня дети. А Мадина говорит, у меня же дети, мне надо работать. Какие разные люди, какие разные ситуации. Я в своём декрете тоже очень хотела работать. Я тоже была в декрете. Я в компанию Фаберлет пришла, моей дочке было год и три месяца. В декрете в России сидят до трёх лет, но платят до полутора. И я понимала, что мне надо что-то очень быстро сделать, для того, чтобы из декрета в найм не выходить. Вот, я, конечно, да, я очень торопилась. У меня не получилось, но мой наставник меня поддержал, я осталась. И благодаря наставнику, в принципе, я и в компании Фаберлик своей. Потому что он меня хорошо очень поддерживал. И знаете, у многих женщин есть такой вот, не знаю, может, отговорки. У меня муж целыми днями на работе, детей некому оставить, я не могу работать. Вот у меня тоже муж был целыми днями на работе. Да. Вот смотрите, у меня муж военный случай, он, представляете, с утра уходит, ну, ничего прикольно. Он даже на обед не приходит домой. Я вот такими детьми сидела, вот, качала вот так вот с подушкой, чтобы она уснула, и работала, работала. То есть просто делала реку. Я начала обычным телефоном, старым телефоном. Я помню, этот телефон самый дешёвый был. И работала, и купила себе и айфон, да, новый. И с мужем купили и квартиру. То есть все вот эти вот, как вам сказать, мои хотелки пришли через доход Фаберлик. Круто. Я очень рада. Да. Вообще прям здорово. Дорогие, от РАЭК, работ РАЭК. Блин, менде ОРСССР сулиттен кыздар аз, потому что мен кище мероприятия даеттым. В основном, ауэлда Туратнын кызкенчиктель, мен мен джемыш, что садия, уже де ОРСССР, она особа бельмиды. Брак, сонда, да, эфирды, екатылдевыт кызгенамыздорос, себе вы был кыса, казахстан бельмиды. Брак, мен ауэлда работарам. Сынхты, а? Мои директоры. А вам комплимент делать. Спасибо большое, 40 лет молодо выглядеть. Ну да, стараюсь. Это мой директор, старший директор. Да. На следующем каталоге она хочет открыть уже серебро. О, поздравляю. А как имя? Нуршамал. Нуршамал, сокращенно, да, написано? Нуршамал ее зовут. Вот так. Здарь, 42-го, дай, дай, масс. Давайте пока будем рассказывать историю. Так. У меня в команде почти все утихли, говорит. Кто-то жалуется. В команде все утихли. Может, эфиров мало ведете, может быть, рекрутируете мало. Я вот считаю, что нужно делать охваты на постоянной основе. Охваты. Обязательно проводить много вебинаров для тех, кто только пришел. Обязательно включать их в работу, чтобы они тоже что-то проводили, чтобы они тоже работали со своей структурой команды, и тогда никто не утихнет. Вот рекрутинг, очень многие наберут команду и думают, что они с ней будут всегда-всегда работать. Но, вы знаете, на моем опыте всякое случается, и лучше рекрутировать на постоянной основе. И чтобы рекрутинг, вот если вначале мы очень много спамили, то потом, когда мы стали хорошо зарабатывать, мы уже запускали просто рекламу контекстную, таргетированную рекламу, конкурсы, какие-то призы дарили людям, да, в Гиевах, помню, еще даже участвовали, но это уже дела давно минут уже есть, сейчас это уже все. Это уже старое прошло, да. какой-то ролик, или вы ходите просто поговорить говорящей головой в сторисы, вот это самое главное. И никто никогда не утихнет, потому что те, кто с вами работают, они будут видеть новый приток людей, а это говорит о том, что это для них пример, то, что люди приходят, то, что структуры молодеют, структуры свежеют, то, что постоянный приток людей, структуру и команду есть. Это значит, что они будут брать с вас пример, если к вам много людей приходит, то и к вашей команде тоже будут. Много людей приходить. Заведите общий чат, чтобы там видели, что есть постоянный приток людей, структуру и в команду, в общем чате. И те, кто повяли, погрустнели, еще что-то, они не будут бояться тоже рекрутировать, потому что будут видеть пример. А чем я хуже? Они будут спрашивать, а чем я хуже? Я тоже так хочу. Вот вы сейчас правильно сказали. У меня тоже была позиция, вот Данец следующий. Я никогда сильную надежду не ставила на людей. Да. И ставку не ставила, что вот этот взлетит, а вот этот вот ничего не может сделать. Да. Я вот тупо рекрутировала и тупо мотивировала. И моя позиция была, знаете, вот я научилась классную фишку, когда я работала с БАДами. Аня. И там научили нас делать бизнес с мотивацией. Да. Вот надо просто информацию подавать 20%, а мотивацию делать 80%. Вот, кстати, кто это поймет, вот то, что сейчас сказала Мандина, не отдельно мотивировать и не отдельно обучать, а все вместе делать, вот тогда будет колоссальный рост. Вчера я переволновалась, когда я выступала, рассказывала свою историю. Ты такая молодец, даже заметно не было, что ты волновалась. И знаете, я забыла про это сказать, но я хочу сейчас сказать. У меня вот фишка, я 80% мотивирую, 20% информирую. И все. Это секрет сетевого бизнеса. Если человек это поймет, значит обязательно заработает большие деньги. Если поймет. Если, конечно, просто сделает вот так, мимо ушей, естественно, это все пролетит. Это вот короткое слово, которое имеет огромный смысл. Я поняла, что надо делать бизнес не качественно, а с количеством. То есть один раз делаешь, не надо 3 дня отдыхать или 10 дней отдыхать. Ты делаешь бизнес ежедневно с большой количеством. И не надо делать кому-то так, что человек там, тупой, или там ни рыба, ни мясо, что не может потянуть, или он совсем крутой, шустрый. Люди бывают разные. Снаружи человек бывает шустрый, но на самом деле дух будет слабый. Бывает же такое? Да. Духом такой слабый бывает. И я всегда понимала, что чем больше охваты людей, чем больше людей в вашей структуре регистрируется, тем больше вот этих вот единиц, бриллиантов, звезд приходит. Обычно они приходят там один на сто человек. Вот такие прям крутые, и делают высокие статусы. А остальные остаются делать заказы, начинают перечислять свои домашние проблемы, почему они не могут начать и так далее. Но таки, да, вот смотрите, вот этот же статус партнера у нас, да, это же так интересно. Вот вы представляете, во-первых, люди стали успешны. Сначала они пришли, они были очень в себе неуверены. И я не знала, правильно ли я их обучаю или нет. Поэтому никогда не бойтесь ошибаться, просто ведите людей за собой. Если у вас получается, значит, и у них получится. Просто рассказывайте о том, что вы умеете, и хотя бы раз в неделю ходите, смотрите какие-то вебинары, обучайтесь и обязательно общайтесь уже с успешными людьми, те, кто уже открыл этот статус, о котором вы мечтаете. У них 100% есть опыт, и они могут дать огромное количество полезных советов. Я вот, я хочу сейчас вот сказать такой момент еще, вот как мама, которая сидит дома, которая зарабатывает через онлайн, да, которая имеет бизнес онлайн. У многих мамочек есть такой вот момент, что для этого надо особый талант, вот многие так думают, для этого нужна поддержка, для этого нужны большие деньги. Я вот таким людям хочу сейчас сказать и убрать вот эти убеждения направленные. Здесь не надо быть богатым, здесь не надо быть крутым, талантливым, здесь не надо быть, как вам сказать, иметь от кого-то поддержку, или не надо получать, не знаю, заявки от теплого круга. Надо работать тупо, делать рекорд просто через социальные сети. Я так и мечтаю в замке. То есть теплый круг вообще меня не признавал. И меня тоже. Вообще не признавал. Они просто, знаете, вы так смотрели на меня, ну там типа, что ты вообще творишь, или еще раз будешь. Мне вообще одна подруга сказала, не переживай, ты сейчас побесишься, у тебя все пройдет, ты пойдешь на нормальную работу, у тебя все пройдет, ты выздоровеешь. Я говорю, конечно, я же больная. Потому что, Аня, до этого я же работала с барами, потом у меня ушла в Гринвей, салфетками, потом у меня пришла в Эберлик. И тем самым они думали, вот сдурела. И опять каждый раз на граблю одну же наступает. То есть у нас казаков была дамба у мать тевать хам мин сахнан. То есть она ничего не добьется, а не мне так сказать. Да, да. Я это, конечно, слышала, но я работала с холодным кругом. Вот как Аня говорит, просто с бесплатной рекламой я начала свою работу. Я даже не знала, что такое торгет рекламы. Представляешь? Я тоже не знала. Потому что нас учили работать только в офисе. Как по найму ходишь, как в тюрьме, прям строго. Налево-назад, направо. Не знаю, вот это все контролировалось. Даже на обед ели, как мы выходили. И вот это все меня, как вам сказать, вот так задушило. И естественно, когда я приехала в Алма-Ату, с Ташкентой, я же говорила, что мы открыли офис, когда я работала в Гринвей, открыли офис с девочками. И когда карантин начался, мы обратно приехали. Я опять устроилась учителем. Потому что нет работы. Надо зарабатывать. И я что сделала? Опять же, зарегистрировалась в Эбрик. Сначала изучила систему и начала здесь зарабатывать. И представляется, вот этот труд, который я потеряла, вот эти компании от деньги, я все заработала. Я восстановила. Очень хорошо. Я восстановила доверие мужа, я восстановила вот эти дырки, которые я, как вам сказать, получила во время работы этих компаний. То есть я же очень много денег потратила, время потратила. И вот эти нервы, морально я была истощена. И вот это все я восстановила. И, конечно, родила двое детей. И вот это, я вообще умница просто. Взять быстрый старт, успеть родить двоих детей, уже успешно выступать на сцене. Это, конечно, вообще это круто. Как жизнь меняет, да, людей? Да, я вот двоих детей родила, и 10 лет мы с мужем решили ну, походить. И думали, что вот пока квартиры нет, а пока условий нет, зачем там, как вам сказать, рожать детей, что ребенок, это дорогое удовольствие, да. Если ты рожаешь детей, надо их, естественно, на комфортных условиях обеспечить, ну, там, расти или ухаживать. И что получилось в итоге? Я пришла в Фэблик, родила третьего ребенка, потом четвертого, получила миллионные декретные. Я сейчас максимально получаю пособие, так как я легально получала зарплату. И плюс еще я сейчас обучаю точно так же работать и получать декретные доходы вот мамочкам, которые сидят дома. Очень хорошо. Вот. И еще хочу вот сказать вашей команде. У меня есть такие женщины, которые сидят дома, которые вообще не зарабатывали. Они просто зарегистрировали с Фэблик, а сейчас они зарабатывают ежедневно через продукцию. Они просто любят продавать. И плюс еще каждый стадий не имеет доходы. Круто. Вот. Я очень рада. Да. Кыздар енді казыр амна конунын бағы везуны сұрақтарыңызда койасыздар. Сұрақ болганда дұр сұрақ болгерек. Они халяб, аля. Дұр сұрақ ойды иренемыз кыздар. Суданген сұрақ болганненке сұрақтарыңызда көзігет кіземін. И. Вот здесь вот моя, мой лидер, мой директор Алия Бамендина, она вот знаете, живет на границе, где Узбекистан и Казахстан. Говорит, там видно Узбекистан, здесь и Казахстан. И там, знаете, особых хлових нет. Даже сеть плохо ловит. Она сейчас открылась старшего директора. Ого! 05. 05. совсем чуть-чуть осталось до серебряный директор. Она в этом каталоге получает два премии на старшего директорного директора. Поздравляю. Вот она сейчас вот задает вопрос. Мы, кстати, скоро будем в Узбекистане. 30-го числа днем мы будем в Узбекистане. Прилетаем в Ташкент, хотим погостить в Самарканде, но мы еще не решили. Может быть, будем встретиться? Нет, она живет в Казахстане на границе. Просто она живет прямо на границе Узбекистана и Казахстан. Ну, мы проездом в Таджикистан, и нам сказали, что из Узбекистана в Таджикистан всего 2 часа на машине. Там близко, да. Да, и мы поэтому через Узбекистан. А Маглюда, руководитель Таджикистана, говорит, а давайте я вас в Самаркан свожу, я в Род, давайте. Там очень красиво. Но мы еще думаем, может быть, мы просто домик у моря снимем в Таджикистане. Я была в Самарканде, когда я работала в Гринбей. Это было март месяц, до карантина. Красиво там? Очень красиво, да. Ну вот, значит, надо ехать. Да, вот здесь задают вопрос, какие виды рекламы вы используете? То есть, какими видами рекламы вы работаете? Смотрите, к сожалению, у нас сейчас в России Инстаграм нельзя продвигать. Мы раньше продвигали саму страницу Инстаграм, и каждый пост в Инстаграме мы продвигали. Сейчас у нас группа ВКонтакте и страница ВКонтакте, страница в Одноклассниках, Ютуб остался, да, то есть и также канал Телеграм. Вот, мы развиваем вот это все. На канале Телеграм у меня вся важная информация, вся моя личная жизнь, вообще все-все-все на моем канале Телеграм. В одной куче, да. Его мы сейчас смотрим, как можно продвигать, как можно рекламу давать и так далее. Мы еще до конца не изучили, поэтому говорить не буду. Я сейчас на данный момент, муж у меня запускает рекламу через Яндекс, контекстную рекламу, через Яндекс. У вас это можно делать через Гугл. Точно так же, ничем не отличается, честно говоря. Вот, вот этот момент я вас перебью. У вас реклама, а санказдар мен, юриням был, ксадем, пока киткенщия у шахтан. И мен с Делеге, у вас реклама на юрите, потому что мен был, барабой га, хоррак, хадарушун, не мисси просто, кайфовать эту шинь кельмеду, потому что мен команда, мажан на обучение, алк келем деп, и кельдым. То есть я приехала сюда, не просто кайфовать, обучаться. Когда я услышала, что приезжает Анна, я прям сразу взлетела и купила билет. С двухмесячным малышом? Да. Почему? Потому что нужна была, как вам сказать, информация такая, которой надо было обновить знание команды. Я точно знала, что у Ани всегда есть свежие вот эти методы работы. Всегда есть. Потому что я люблю обучаться. Я люблю. И каждый раз смотрю, она меня добавила. Помните, я говорила, чтобы добавили меня в чат свой? Я когда смотрю вот эти вот информации команды, я понимала, что каждый раз, когда работаешь с новыми методами, у тебя появляется мощный результат каждый период. Да, да. Вот. Вот. Контекстная реклама, потом, значит, ВКонтакте. У нас идет такой же таргет, как сейчас в Инстаграме. Можно запускать. То есть в группе мы запускаем каждый пост продвижения. Ну, конечно, какую-то свою личную жизнь еще что-то не запускаем. Но если у нас какая-то акция объявлена, да, то есть мы от проекта делаем какой-то марафон, да, то, конечно, это мы запускаем всегда в продвижении. Группу мы запускаем в продвижение, чтобы в группу приходили подписчики и смотрели, что там у меня, да. То есть у меня, ну, грубо говоря, моя страница ВКонтакте и моя группа ВКонтакте, они сейчас очень похожи на мою бывшую страничку в Инстаграме, когда я... Ну, я сейчас веду Инстаграм, но я же там вообще не продвигаюсь. И охваты все упали, потому что таргет у нас невозможен, к сожалению, в Инстаграме. Вообще невозможен. Вот. Уже больше года. Я не знаю, почему люди там до сих пор в подписчиках сидят. У нас там где-то, наверное, 150 тысяч точно есть подписчиков. Они как-то вот сидят, а лайков по 15, по 40, все, уже ничего нет, потому что таргета нет. А группа ВКонтакте, она набирает очень сильно обороты, потому что мы точно так же, мы ничего не меняя, просто запускаем таргет ВКонтакте так же, как запускали таргет в Инстаграме. А мой секрет, я работаю только с таргетом через Инстаграм. Да? Ну вот. Я сама не запускаю, я наняла классного, грамотного таргетолога. Я вот такими халявщиками не работаю, я работаю всегда с профессионалами, даже если будет берет дорого, ну пусть делает это профессионал. Вот здорово, уже начала делегировать. Да. Молодец. Я всегда так делаю. Я когда нашла таргетолога, я всегда обращала внимание на то, что как она вообще работает, то есть как она, есть таргетологи, которые обманывают, то есть они на халяву делают работу. То есть для галочки называется это. А я всегда через отзывы находила людей. Знаете, говорю, у такого таргетолога, а не через рекламу находила, а через отзывы. Я нашла. Представляете, когда что-то от души ищешь, ты находишь. Их очень сложно найти. Их очень сложно. Но, если честно, я верующий человек, я сначала молюсь, а потом ищу. И благодаря вот слава Аллаху я нашла. И через этого человека я продвинулась на два статуса. Я сейчас работаю с другим таргетологом. То есть я это... Скоро открывают бриллианты. Я, кстати, всем своим любимым дорогим бриллиантам дарю бриллианты. Да? Да. Классно. Да, посмотри на мои странички. Мы подарили Назгульфой Зулиной, Розу Золотую из бриллиантов. Я видела. Вот, подарили... Господи, опять из головы вылетело имя. Перед тобой выступала бывшая... Желдыс. Желдыс, да. Желдыс подарила, да, тоже. Вот, поэтому, знаете... Кстати, в МВД она работала. В МВД, да. Бывший сотрудник полиции. Да. Осталось ей сколько, три года доработать до пенсии. Она ушла и бросила. И два месяца, она сказала, осталось до звания полковника. Да. Она отказалась от этой звания. Полковник, звание, сын даже Еркетира Лукой. Не то, что женщины. Еркетира. Но она это все бросила и пришла в Феберлик. И сейчас ей аплодировали стоя 200 человек за то, что она всего 15-20 минут дала свое выступление. Я-то, конечно, была несчастным учителем. Ничего себе. Нет, они-то обучаются 7 лет же в академии. Мы-то как-то обучаем 4 года и как-то работа у нас быстро как-то получается. А у них-то сложновато все. Из-за этого я уважаю таких людей, которые посвящаются 10-летия, 7-летия на обучение в институции или как там еще. В училищах обучаются. Да, вот она сказала, что никакие звания. Я потом, кстати, выложу на своем телеграм-канале ее выступление. И твое я записала, тоже выложу. Спасибо. Да. И она сказала, что никакие, говорит, погоны, ничего. Мне, говорит, не надо, мне нужны, говорит, ну, обычные деньги, чтобы хватало на жизнь, на еду. Зачем, говорит, мне этот статус? Зачем, говорит, мне эти погоны? Если, говорит, на еду не хватает толком денег. Говорит, что это такое? И вот променять официальный доход на компанию Фаберлик у нас таких случаев просто уже десятки. Вот в России Валентина Афанасьевна, начальника дела в налоговой инспекции. Представляете? Начальника дела налоговой инспекции. Пришла к нам, открыла статус, оттуда уволилась, открыла ИП и, говорит, в пять раз больше зарабатывать стала. Золотой директор. Знаете, я еще хочу сказать такой момент. Мои родители это самые дорогие люди, да, вот. И вообще я, когда у меня каждый раз был сват, да, сват в жизни, потому что бывают разные ситуации в семье. Там ссоришься с мужем, бывает неполадка с родственниками с мужем, и это у нас вазит. Зато не скучно. Да, у нас в казаху это положенная ситуация. Израсте, как вам сказать, и каждый раз я смотрела на маму, она страдала больше, чем у меня, когда у меня сваты были. И вот с этими компаниями, когда я прям сильно падала, и долги пошли, да, огромные. И муж каждый раз мне это вот и тыкал, 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 и, говорит, потратила деньги на эту компанию. Говорит, ты опять начала работать в этом лохотроне. Я все равно работаю. Слушай, они что, все одинаковые, что ли? Да. Тоже как и Ра. Да. И каждый раз он, конечно, наглую не материл, но он материл изнутри. И, конечно, ему все это надоело. Я видела, он хотел даже уйти из дома. Бывали такие моменты. Потому что все надоело, ты, говорит, работала и в этом БАДах, и в этом тряпке, и потратила такие деньги, которые можно было купить в машине. Зато ты получила опыт. Да. Ну, это, конечно, он сейчас понял. Он сейчас уже очень рад. Он говорит, у всех бывают такие трудности, он сейчас так просто говорит. Но на самом деле, сейчас же в этих женщин, которые чуть-чуть сложности, сразу бросают бизнес. Ну, да, таких, к сожалению, людей больше всех. Поэтому при больших аквантов мы ищем сильных людей, которые станут элитными, бриллиантовыми директорами. Да. Да, их не так просто. Вот регистраций вроде бы много, да, но не так просто откопать человека, который сам к своей жизни относится серьезно и хочет большого дохода. Теперь я вот о родителях говорила. Я сейчас помогаю всем родителям. Я хочу сейчас больше заработать денег, хочу сделать ремонт большой у них дома. Я вот сейчас отвезла своих детей, у меня же четверо детей, двоих туда отвела. А вот два годика ребенку, еще два месяца. Четверо детей. А старшему столу, старшему учебу. А, вот это он и есть у тебя старший. Да. Он мне помогает. Такой красавчик. Ну, это надо такого мужика воспитать. Да, он у меня... Стоит, держит на руках, мама кушает, маме надо покушать. Молодец вообще. Мы с ним сейчас договорились, он будет помогать мне в бизнесе и в дальнейшем я хочу помочь ему поступить за границу, обучаться. Мы вот как взрослые люди поставили цель. Круто. И когда вот женщина, вот мама, да, целеустремленная, это все переходит в дети. То есть дети тоже, вот как пример становитесь этим, и дети становятся таким же целеустремленным. А в жизни побеждают только целеустремленные люди. Вы это же сами знаете. Ну, не скажу. У меня вот не было цели, например, там, стать партнер, зарабатывать миллионы. Но заработать деньги это же была основная цель. Ну, да. Как бы я почему-то не хотела много. Я хотела, чтобы так же, чтобы на найм не ходить. Я не знаю, почему. У меня были вот эти все желания, они почему-то были ограничены. Я как будто не считала, что я была достойна большего. Я даже, когда ко мне люди начали приходить, для меня это была такая честь, что они ко мне поверили, они ко мне пришли. Вроде где, кто я такая. Да, то есть ко мне приходят и верят в меня, и идут за мной. И потом я поняла, что самое главное, наверное, в каждом лидере, это искренность. Вот. Искренность. Когда люди понимают, что ты всегда говоришь правду, что ты работаешь с ними, да, то есть не только ради денег, но еще и потому, что тебе хочется отношений, общения, что тебе действительно нравится этот бизнес, что ты действительно нашла свое. И вот это, конечно, здорово. Сейчас вот мы можем сказать, да, и Мадина, и я, да, то есть говорю от обеих, когда статус высокий, да, то есть Мадина, Рубин, скоро открывают бриллианта. И, конечно, есть у нас, у обеих такие моменты, что нам боятся написать, там, что мы слишком высоко, там, нас боятся отвлечь, еще что-то. Вот это, конечно, не стесняйтесь никогда, опишите. Нам, нам нравится, когда у нас в команде могут появиться еще рубиновые, бриллиантовые, элитные директора. Мы будем только счастливы. А правильную тему вы затронули. Смотрите, я когда работала в других компаниях, там лидеры были очень высокомерные. О-о-о. То есть они подавались, как они выросли, они подавались сильно к эго. То есть эго, эго, это прямая дорога к бедности. Да. Это прямая, и я это поняла, когда я работала в там, в БАДах. Чем больше вот такой вот нос, да, выше, тем больше вы будете внизу ходить. Сетевых компаний не надо быть человеком гордым, либо, ну, человеком не надо быть. Корону с головы, в общем, все сняли, и пока генеральным партнером не стали, не одеваем. Генеральным партнером стали, недельку поносили, сняли, выкинули. Да. Да, когда шат сунтрей, кедейден кербезы болганша, лучшую простой адам, байбов журген жас. Кедейден кербезы болган, бинтапай жургендер, конча маказы. Гриспа? Вот, сонда, казах седерге, момент айти жатрыман, буксы, ойте простой, ойте харапаем, ашык, я вас палю. Я не понимаю, как комплименты делаю. Ойте харапаем, и каждый раз, когда я встречаюсь с Аней, я понимаю, оказывается, вот эта простота, да, притягивает людей больше к вашей команде. простота притягивает. И хочется просто работать в вашей команде. Меня тому притягивают простые люди, которые можно подойти, поболтать, которые тебе улыбнутся, которые скажут, да у тебя все получится, да ты молодец. Когда ты веришь не только в себя, там, в свою команду, но вообще во всех лидеров оберлиг, неважно, в своей команде или нет. Вот ко мне очень много раз подходили девчонки, я там где-то выступала в том городе, в другом, в третьем, очень много городов объездили, стран выступали и там, и тут, и потом ко мне там через два, через три года подходят и говорят, вот знаете, Анна, вот вы вкратце рассказали свою систему роста, и я теперь, например, золотой директор, я там рубиновый директор, я бриллиантовый директор, и я радуюсь, понимаете, я радуюсь, потому что иногда бывает так, что даже топ-лидеры, да, элитная команда ко мне подходят и говорят, Ань, ты у меня с новичком поговорила, она сейчас серебряного директора открывает, вот, и я говорю, господи, счастье какое, что есть на свете действительно люди, которые хотят расти, которые уважают социальный лифт, которые хотят идти вверх по карьерной лестнице. Вот здесь задают вопросы, как вы начали бизнес? Я просто когда-то рассказывала, помните, мы в Ахтон с вами встретились, вы же рассказывали, как вы лепили пельмени. Да, я пельмени лепила, чебуреки лепила, полы мыла, на брачных роллах очень тяжело там было, макароны мы делали, мешки 50-20-50 килограмм таскали, на ГСМ работала, заправляла дальнобойщиков дистопливом, визажистом работала, у меня даже порочки бармены есть, в баре я отработала 3 месяца, но мне там очень не понравились эти пьяницы, я сама вообще не принимаю спиртное, я не могла их воспринимать вообще. Я вот еще спрашиваю, как вы начали бизнес? Обычно тигна реклама домостанкс, да? Сначала спам, я очень много писала людей личным сообщением, вот, да, то есть я очень много писала с утра до вечера, я не знаю, сколько даже примерно в день, вот любую свободную минуту, потому что, когда маленький ребенок, там, ты ее покормила, посадила играть, вот там 20 сообщений я могу выслать, потом, допустим, она там заревела, я ее покормила, она уснула, все, я опять, пока она спит, час, я сижу рассылаю, рассылаю, рассылаю. Вот как бы так у меня было, вот, и потом, когда появились деньги уже, да, я начала запускать рекламу, то есть я уже перестала руками работать, то есть изначально все равно, когда денег нет, их нужно где-то взять, чтобы они появились, чтобы потом уже не рекрутировать вручную, а, ну, в смысле рекрутинг, это приглашение людей в команду, не все понимают это слово, да, чтобы не приглашать людей вручную, да, вот не терять вот эти 3 часа, 4 часа в день, да, на рекрутинг, а просто настраивать и запускать рекламу. Что хорошо в фабелике, можно начать работу с нуля, из минусов, да, и у меня вот, смотрите, сейчас лидеры, которые вот зашли, директора мои, они вот прямые зарегистрированы у меня, они вот начали с нуля действительно, они сначала собирают заказы, потому что живут, как вам сказать, в сельском местности, денег нет, особо работы нет, живут на пособе, вот, и они вот статусами работали, сделали сначала 50 баллов, потом 100 баллов, и потом пошло. Вот у меня лет так нужно на доход, вот сейчас у меня с Байком Ира, с Байком Ира, есть Асель, девочка, тоже директор звонит, она закрыла, уже 4 раза подтвердила, она с Байком Ира говорит, у нас зарплата Рублевая, ну хотя живет тоже, не в городе, в центре, а в регионе. А почему Рублевая? Ну потому что там считается территория России. А, Байконур. Байконур, да, вот она. Сейчас, она тоже, когда зарегистрировалась, она сидела, в чате просто наблюдала, в какой-то момент она включилась, и сразу же открыла территорию. Молодец, умница и красавица. Я помню, когда я строила ветки, Аня, я просто как цепочку регистрировала. Я тоже. Я не смотрела на то, что люди не работают. Я просто тупо регистрировала, и по цепочке их вот так вот ветки делала. И сейчас с этой ветки по 4, по 3 директора. Я так же. Да, я так же. Что хорошо, когда ты регистрируешь по цепочке, вот люди делают директор, звание открывают, зарабатывают, и у тебя не будет вот этих вот свадок, да? Да, тут не только дело в этом. Дело в том, что когда мы рекрутируем в интернете абсолютно нам, чужих людей, это очень сильно, не то, что холодный круг, это ледяной круг. И когда мы регистрируем людей друг по другу в цепочку, те, кто сомневался, он видит, что под ним растет структура, и тоже подключается работать. То есть мы тоже ему показываем пример, что это возможно, и что вы не единственный там, кто пришел в компанию Фаберлика, вот еще есть люди. Вот. И еще, кстати, мы с тобой не закончили один тему про то, что вот Фаберлик перенасыщен, он уже везде. Да. Вот. Я хотела сказать... Что рынок уже охвачен. Да, да, да. Вот я вспомнила, что мы не ответили на этот вопрос. Что я могу про это сказать? Эйвон сколько лет? Два лет. 150? Я даже не знаю. Ну, было 125 когда-то, ну, может, 130-135 лет, да? Арифлейму? 65? И люди там открывают новые статусы на постоянной основе, между прочим. И как они хвалят свою компанию? Вот. Вот где старая компания. Вот где может быть, действительно может быть перенасыщение. Мы еще малюськи, и нам всего 25 лет. А здесь вот задают вопрос. Здравствуйте, как делать отрыв в другую линию? Ну, это... Это надо показывать, да. Ну, смотрите, я про отрывы очень много знаю, и так далее. Вообще отрывы могут быть, их может не быть, смотря какое у вас построение. Если под вами наставник выстроил веточку, или вы сами выстроили одну веточку, то с такой веточки особо денег не получишь. За что я обожаю Фаберлик, за то, что мы работаем, и ни один халявщик на халяву ничего не получит. Вот. Я обожаю. Для меня это очень сильное построение, и мне очень нравится строить веточками, потому что тот, кто оценил этот бизнес, он 2000 баллов, Бог отстраивается и сразу начинает получать за старшего директора, да, от моей ветки. А кто не отстроился, тому вот столько. Прошу прощения. Нет. Неправильный ответ. Обожаю за эту компанию Фаберлик, что мы можем работать, строить глубину и не бояться, что кто-то там, что-то на халяву, кто не захотел работать, получил. Вот. Как вы себя мотивируете? Да, как я себя мотивирую? На новые действия, на новые статусы? Ну, во-первых, дисциплина. Я привыкла, я себя приучала. Сначала меня приучала команда, потому что меня вырастили ответственным человеком с детства, всегда призывали к ответственности, и, конечно, если ты набрал команду, куда уже деваться, надо обучать. А если ты ничего не знаешь, но ты их набрал, надо обучиться и обучать, да, то есть, и как бы я обучалась, и обучала, и у меня вошло в привычку, что у меня всегда выключен телевизор дома, у меня его вообще, если честно, нету. Когда к нам приезжали родители мужа временно пожить, мы им построили дом, да, двухэтажный классный дом мы им построили. Атанасна екэтажда жу, июйсокгангздар, атанасна. Сидер, мысаланаларынсга, бэрсилага, пиралмайстаря, кезгеси, миндесундай болгаман. Абулкца, атанасна екэтажда июйсокгангдарген. Улсу фэбриктэнгдаходна. Да. Мы, кстати, родителям ремонт сделали, трёхкомнатная квартира, отдали за это полтора миллиона рублей. Корнезеря, 5 миллион ценге, 5 миллионы, жена, ремонтна арна, аткешесын квартирасный ремонт, атанасна, жу, июйсокгангдарген. Да, новая мебель. Джабджанан мебельдельмен, бэрлах фэбриктэнгдаходна келген. А кей бэр, кыздар бар, ойдбай лахатру, онде ботырганя, енсвол кыздарға просто джанымашид. Просто джанымашид. Как же я себя мотивирую? Ну вот дисциплина и плюс, не знаю даже, как я себя мотивирую. Просто внутри хочется работать, хочется еще больше, хочется, чтобы твои лидеры росли, хочется, чтобы у них все получалось. Вот я даже сегодня, я не поехала на экскурсию, я выбрала эфир. Да, я выбрала эфир с Мадиной, потому что, что эта экскурсия мне даст? Да, как бы. Я тоже пропустила, эту экскурсию, потому что... Да, я люблю развиваться, я люблю меняться опытом, потому что человек взял высокий статус по быстрому старту. Мне хотелось пообщаться, мне хотелось что-то для себя полезное получить, что-то от себя полезное дать. И у меня так всегда, я почему-то вот люблю обучаться, я люблю развиваться вживую. Когда я смотрю вебинары других людей, мне как-то вот, вроде бы усвоило, вроде бы нет. А вот когда вживую общаешься, ну совсем все по-другому, мне нравится. Я обожаю ездить по странным городам и работать. То есть мой отдых, это работа при смене обстановки. Вот сейчас все 23-го числа вы разъедетесь, а мы еще на 6 дней докупили путевку и тут останемся. Будем ходить в спав, в хамам, расслабляться и так далее. вот когда я одна, да, то есть я вот отдохну, ну проведу прямые эфиры, конечно же, со структурой, с командой, потому что давно не вела и буду отдыхать дни 5. Вот это, да, это кайф. Вот. Как еще себя можно мотивировать? Не надо себе уставать. Не надо уставать, не надо себя выматывать. Нужно понимать, что вы в команде, это обязательно, да. То есть когда я все делала одна, я уставала и действительно нет мотивации работать дальше, потому что такое ощущение, что ты можешь всю жизнь только работать и вообще ты не будешь отдыхать. У меня возникало такое состояние где-то на уровне старшего национального директора. У меня оно такое было, я была прямо выжатая, как лимон. Вот. Но мы с директорами... Наталья ситуация. Да, мы с директорами начали просто все по очереди проводить вебинары и каждый по чуть-чуть, и никто не устал, и я очень даже быстро восстановилась. Я помню, мы тогда съездили в Таиланд, отдохнули, потом еще куда-то съездили, отдохнули, в Тунис, в Турцию, куда-то еще, и у меня как-то усталость, она ушла, и я восстановилась полностью. Еще, знаете, я тоже поделюсь, вот как я работаю. Я заставляю себя работать. А вот не надо. Нет, я заставляю работать себя. Бывают такие моменты тоже, оно охватит лень, устаешь, да, но я заставляю. Почему? Потому что, когда ты заставляешь себя работать, ты дальше уже понимаешь, что действие приносит каждый раз. И хочется больше и больше. И хочется больше и больше. Понимаете? И вот этот момент лень, да, если ты не можешь победить свою лень, как вот я говорила, ты не можешь победить чужого. И вот эти трудности, которые у тебя все время, ну, как вам сказать, у тебя же бывают проблемы. Конечно. И всегда бывают проблемы. И вот эти проблемы будут всегда с тобой. А надо просто все это передаливать. И я всегда себе говорю, я должна работать, я должна работать. и я сюда приехала вот с ребенком, да, и говорят, зачем ты ведь двухтысячным ребенком? Я говорю, это развитие. Конечно. И вот вы еще знаете, что я подумала, откуда мотивация? Когда растешь, вначале, да, действительно думаешь, надо делать, надо делать, понятно, что на 6, на 9, на 12 процентов маленький доход. И кажется, что нет никого выхлопа. Но когда начинают уже 19 процентов, директор, старший директор, там уже такой хороший доход, да, получается, и ты уже полноценно на эти деньги можешь жить, да, и в итоге вот от этого и возникает энтузиазм, что у тебя нет потолка. Ты можешь все выше, выше, дальше, дальше, выше, выше, и нет того, кто тебе запретит и скажет, ты куда? Да, то есть почему люди высоко не идут? Некоторые, да, они привыкли на работе по найму, они привыкли, что они вот пришли, отработали, ушли, им диктуют, как им жить. Попробуй, не захочи занять место начальника. О-о-о, да, то есть это же вообще кошмар, попробуйте займи место какого-нибудь начальника или там какого-то заведующего чем-то, да. Особенно в госструктуре. Во-во-во, да, это же по головам идти, как они говорят, да, и так далее. А тут у нас количество вакантных мест на директора, на старшего, серебряного, и по всему. И сколько хочешь. Не ограничено, да, не ограничено. Мы сами решаем, сколько нам надо и столько зарабатываем. И это окрыляет, потому что все это при свободном графике. Нам не надо отпрашиваться в зубной, там в ножке начало кланяться, да, нам не надо там отпрашиваться, если, не дай бог, там ребенок заболел или с ним просто на прививку съездить. Нам не надо отпрашиваться. Мы планируем так, как мы хотим работать. В таком графике, каком мы хотим. И когда вот этот кайф, да, то есть ты работаешь сколько хочешь, уже на старшем, там, на 19 процентов или на старшем директоре, да, вот этот момент, когда ты уже получаешь нормальные деньги и ты понимаешь, ага, а что, так можно было что ли? Как у меня подруга любит говорить, Иришка перемещивала, а что, так можно было? Да, вот, и оно тоже окрыляет, и это тоже дает мотивацию. Я даже тут, мы недавно с мужем смеялись, ездим везде, ну, питаемся чем попало, можно так сказать, да, ну, в принципе, у нас и хороший отель, и очень крутая еда, и очень огромный выбор, но много лишка хватаешь, много лишка хватаешь, очень много всего вкусного, вот, и понятно, что полнее, что-то таких поездок, да, то есть, и мне тут пришла мысль, говорю, слушай, если вернуться, месяц в продавцах поработать, побегать, да, эти ящики с молоком потаскать, интересно похудеть ли я или нет. на три года повторяешь, потому что, не хватит денег, потому что этот, ну, знаете, вы сейчас правильно говорите, надо просто найти себе мотивацию, да, надо мотивацию. Моя мотивация в комфорте. Моя мотивация жить все с каждым годом лучше и лучше, помогать родителям все и больше и больше, достигать таких вот высот, которые будут мотивировать мою команду все больше и больше. Однозначно команда будет смотреть на ваш рост, однозначно это, потому что, если у тебя не будет роста, они будут просто, знаете что, ну, как-то приглашать на потребление и на бизнес в основном. У меня акцент на бизнес. Я всегда людей приглашаю на бизнес. Объясню почему, потому что люди, которые пришли на бизнес, у них чего-то там не получилось, они остаются очень даже лояльными покупателями. Но бывает такое, что не получается у людей. Поэтому, конечно, бизнес, бизнес, бизнес. У меня, которые пришли, потребители перешли на бизнес. Такое, да, тоже часто бывает. Особенно, вот, не теплый круг, ко мне из теплого круга, к сожалению, никто и как к магине не пошел. Вот, но, часто бывают такие моменты, когда мы, действительно, человек, говорит, вы в Фаберли? Я говорю, да, можно я к вам зарегистрируюсь, продайте мне там, я же обзоры снимаю по продукции. Каждые 4 дня у меня выходит обзор по продукции. На минуточку. Да, даже если я куда-то уезжаю, я сижу, и я неделю могу наснимать столько роликов, чтобы мои подписчики не сообщали. В Инстаграме? Не в Телеграме. На Ютубе. На Ютубе, да? На Ютубе, Вконтакте, в Телеграме, в Инстаграме. В Инстаграме. В Инстаграме, в Инстаграме, мы высылали первое предложение, вот когда высылали в личку, занимались адресом рекрутингов, да, у нас какое было первое предложение? Здравствуйте, я такая-то, такая-то, приятно с вами познакомиться, да, то есть немножко утеплились. Человек отвечает, я ему пишу, у меня для вас предложение или зарабатывать, или экономить на покупках, или зарабатывать с продаж. То есть люди иногда сами выбирают какой-то либо из вариантов, и я уже высылала, соответственно, сообщение. Если он хочет экономить для себя, я ему высылала каталог, все вы знаете, что у нас каталог реперальный, человек регистрируется, что-то накидал в корзину, зарегистрировался, я вижу его по структуре, рассказываю про стартовую программу, про ВИП-возможности, рассказываю всем подряд. Вот здесь вот можете отправить информацию, как вы информируете на Витяков. Ну, это, конечно, я потом возьму у Ани, да? У нас бот, просто бот, и все, кто в проекте Фаберлик онлайн, и вся команда Мадины могут пройти в этот бот, на него подписаться и сами там подвигаться. У нас нет ограничений. Он уберет на ланг, да, в Казах Тринди вывезем перевод на сахаре. Ну, даже на русском языке. Да, нет, я сама перевод делаю, это у меня отлично получается. Вот, я на русский всегда перемешиваю. Наставница, когда наставница знает три языка, берегите такую наставницу. Я научилась, вот, смотрите, я сейчас расскажу. Я же, как я, во время истории успеха, говорила, что я в Карганде, да, жила, но мы люди с юга. Я научилась правильно, грамотно говорить в Карганде, потому что там люди только и русский язык не живут. И это был один опыт мой. Второй опыт, когда мы в узбекистане поехали, там же открыли офис Кримвай, и там я хорошо научилась по-узбекски говорить. Теперь, смотрите, здесь, в сетевом бизнесе, я так поняла, учишься только хорошему. Это пространство тебя готовило к успеху. Да, смотрите, здесь ты учишься общаться с людьми, правильно строить отношения. Сейчас я уже в фабрике научилась не только строить отношения с командой, но и с мужем, представляешь? Раньше мы как-то очень агрессивно общались, а сейчас уже почему-то всё как-то наладилось, потому что я научилась правильно общаться с людьми. И вот это всё благодаря Фэберлик, благодаря системе, которая нас обучает и общаться с людьми, и работать, и зарабатывать, и быть целеустремлённым. Фэберлик ты берёшься к фабрике. Барлыга джахсалка. Сыдын даму унызга, сыдын бахты булы унызга, сыдын адамдармен дурн соотношения куру унызга. Негативтерги мэн бермеги. Барлыга нас ги ассиритит кэн. Суга минуты ризамы. Да, компания Фэберлик очень многогранная. Да. Можете отправить видеоопечение. М1 возьмёт, вам перешлёт. У неё ко всему есть доступ. Макарапанжан позади не кинет. Вас хвалит. Спасибо. Я с собой кумура говорю здесь, так, здесь. А когда вы начинали, какая у вас мечта и цель? Ну, мы уже рассказывали, что выйти на тот же доход, что и на работе по найму. Позже, наверное, просто зашли люди. Да. Я работала бухгалтером. Говорит, сколько ни работы, всё равно зарплата не расслаблена. Не растёт, да, не растёт. И попробуй заболей, быстро найдут замену. А тут всё-таки вот, да, у нас вот тут беда случилась в структуре в команде. У одной девушки муж попал в аварию. Мы всем проектом деньги пересылали, помогали. И всё, и муж выздоровел. Это тоже как бы сила команды. Командующая команда. Павелли спасает меня от стресса. О, хорошо. Потому что ты работаешь, развиваешься. И, конечно, вот у меня Зухра тоже директора открыла. Поздравляю. Да, вот она открыла. Мне красавица. И лицо пополам. Я надеюсь, меня видно. Да, вот смотрите, она, она мамочка, которая сидит несколько лет, ну, уже дома, и она никогда не работала. Она сейчас ежедневно зарабатывает по 10 тысяч тенге, потому что продукцию продаёт. И плюс она, у неё есть доход. Здорово, молодец. Умница и красавица. Да, всегда надо идти вверх и вперёд. Здесь вот пишет команда, наверное, от которого зашёл энергетик. Чтобы поднять команду, что надо делать конкретно? Много приводить людей в структуру и команду, то есть рекрутировать на постоянной основе, чтобы свежие люди, свежие силы, приток свежей команды всегда был. Это во-первых. А второе, тоже очень важно провести, проводить планёрки, вебинары, обучать их. Ну и третье, знать маркетинг-планы, уметь его объяснить. Маркетинг-план, да, друг сайта были, кида, кида. Ещё маркетинг-план, да, больше она везде, друг сахара, при гимбулат на обучение, да. Егерси, маркетинг-план, да, блин, несем, команда, команда, она, она, можно у вас, например, вот сейчас мы закончим эфир, хотела ещё с вами пройти консультацию, да. Конечно. Да, и научиться, как делать контекстную рекламу. А, это Кантону, она очень, да. Вот, корни, теряясь, да, контекстная реклама, Гугл-аркладом для таргетового. Нет, Гугли он не научит, Мадина. У нас... Яндекс, да. Да, у нас Гугл нам отказал, мы сейчас в Яндексе таргетируемся, вот, но я могу сказать, что у нас суммарно покупатели, бизнес-партнёры, у нас суммарно приходит около 500 человек каждый месяц в структуру, в команду, мы не расслабляемся. Даже на статусе партнёр мы рекрутируем, и нам нравится быть незаржавевшими наставниками, нам нравится держать руку на пульсе, и нам нравится, что когда к нам приходят новички, мы действительно можем обучить современным методам роста. А не тем, которыми работали там пять лет назад, например. То есть, если метод Пенджум-шасау, конечно, уже рост джай-балада. Вы первая, да, в России лидером? Ну, у нас ещё открылось и подтвердилось два партнёра, но вот пока я посмотрела по Фаберлик-драйву в рейтинге. Да, держу, даже в самые сложные времена, которые настали в феврале прошлого года, даже в самые тяжёлые времена мы не свалились со статуса, мы его удержали. И самое интересное, здесь очень хорошо работает дубликация, да? Очень хорошо работает. Очень, потому что ваша энергетика притягивает таких же людей. Да. А есть такие вот лентяйки, которые мало работают, но хотят активных людей? Так же не бывает. Ой, а вот, к сожалению, их больше всех. Представляете, так же не бывает, потому что... Ладно, они лентяйки, так они ещё в своём лентяйстве очень часто обвиняли меня, что я им не даю людей, я им не даю обучения. Не помогаете. Не помогаю, я им ничего не делаю. Я говорю, слушай, вебинары веду? Ведёшь. Ветку под тобой веду? Ведёшь. Обучение есть на сайте, всё разложено? Разложено. Мы его обновляем? Обновляем. Ну, что ещё нужно? Олег, девчонки, поднимайте руку. Кто хочет задать вопрос человеку, который взял быстрый старт, который сейчас находится на уровне рубина, который скоро открывает бриллианта, кто хочет задать вопрос, поднимайте руку, я вам дам микрофончик. У нас будет отдельный проектный чат в Telegram для тех, кто едет в Москву. Да, будет. Мы все собираемся в Москву. В октябре месяце. В октябре месяце. Если у тебя получится, планируй три дня. Всё, я поеду. Да, мы очень хотим взять у тебя интервью всем нашим дружным проектам. Всё, я поеду. Тем более, ты уже будешь бриллиантом. И для нас будет огромная честь, если ты наше мероприятие посетишь. Обязательно. Будет и от компании два мероприятия, два дня подряд, и от проектов и верлик онлайн еще. Классно. Я поеду. Да, да, да. Вот. Вы начинали путь метода спама работать. А, кстати, как ты начинала работать? Вот Ирина спрашивает, Дудки. Девочки, я работала, я, как уже говорила, с обычной рассылкой. Я взяла такой текст, да, как я уже говорила, там текст, 80% мотивацию дают человеку и 20% информацию, что это работа обычная, что дает хорошую зарплату и дает возможность работать онлайн. То есть сложности нет. Я эту рассылку каждый день по 30... То есть я вот так план сделала. Каждый час по 20, по 30 рассылок раздавать по разным социальным сетям. Я это делала, как вам сказать, без остановки для начала. А потом я услышала о таргетинной рекламе и я что делала, подключила через своего наставника, у него был таргетолог, таргетинный реклам. Я сама платила и стала информировать людей. Конечно, у меня тоже не получалось, потому что я первый раз же работала в фабрии. Я просто этим самым научилась правильно говорить. То есть я сделала статистику. Вот люди, если, конечно, подключались, они, значит, ему нравится информация. А если они там обратной связи не даются, значит, информация не работает. Вот этот момент, конечно, понять надо, очень важно понять, потому что, знаете, вот есть информация дозированная, есть информация недозированная. И многие дают недозированную информацию, и тем самым люди сливаются. Я конкретно статистику сделала, и что сделала, и сохранила тот текст, который много людей делала обратную связь, и тем самым рекрутировала всё время. Аня из Беларуси, они вот спрашивают, а каким методом сейчас работаете? Сейчас я работаю таргетинную рекламу также. Я недавно научилась рекламу, называется глобокс. Слышали? Да, глобокс. Это показывается в Ютубе, где миллионные просмотры видео. А, у нас Ютуб перекрыт по рекламе. А, там показывают рекламу вашу. Вот сейчас, например, когда мы заходим в Ютуб, там показывают рекламу же, и мы эту рекламу пропускаем. И вот такую же рекламу я сейчас научилась делать, специально обучилась, и теперь надо и поглубже обучиться, а теперь я хочу работать с этой рекламой. Это называется глобокс. Сколько сейчас людей в структуре у тебя? Очень много. Ну, сколько? Сто человек, тысяча человек, десять тысяч человек? Естественно, где-то больше две тысячи, наверное. Вот, больше двух тысяч человек. Магина, а как сейчас муж к сетевому относится? Вы знаете, муж обожает сетевой компанию, потому что сейчас, знаете, я же заработала и на квартиру, там теперь вначале засуну накопили через доходы фабелик. Теперь мы с мужем хотим купить машину. и вот этот бонус, который я сейчас получила, ему я хочу купить себе машину. Себе, а не мужу. Потому что когда-то мы продали машину, когда были проблемы с землями, и муж все время об этом не напоминал, что вот из-за твоих долгов мы продали машину, из-за твоих долгов мы потеряли машину, и вот мы хотим сейчас новую машину купить. Кстати, салона. Вот смотри, Люба Сайкина пишет, тоже директор Оли Дубягина. Спасибо, девочки, вы крутые. Дубочка, спасибо за комплименты. Зоя Мазуренко пишет, я, честно, даже не успела, как вы выросли до рубина. Помню, что вы были серебром. Да. Да, она меня знает? Да, мы же вас всех поздравляем. Да. У нас же, смотри, вот есть канал, канал, я люблю проект Суперлик Онлайн. И у нас вот всех, всех, всех поздравляем. Видишь? Да, действительно, я открыла серебро, когда я была в положении у четвертого ребенка. И затем я открыла сразу, через некоторое время, золото и рубин одновременно. Крутяк. Одновременно. Потом я родила ребенка, вот я уже подтвердила. А ты знаешь, мы тоже одновременно открыли золото и рубин. Да. А, нет, серебро и золото у меня одновременно. Я же говорю, дубликация классно работает здесь. Именно поэтому, если вы хотите крутых людей, начните с себя. Начните с себя. В разных чатах вопросы девочки задают. Одни у меня на канале, к чату задают, а вторые в чате структуры кононовых. Мадина, как вы относились к отказам? Мадина, а как вы относились к отказам? Отказы, девочки, отказы, это, знаете, бывает везде и даже в жизни, да? Конечно. И может быть, я вот этот опыт сработал, да? Но я понимала, что если отказом я сейчас сломаюсь, что я не получу то, что я хочу. То есть, вот эти деньги, которые я сейчас хотела заработать, они не придут ко мне. И каждый раз, когда отказы происходят, я вот, знаете, я же говорила, что я верю в шагик. Я вот сначала молюсь, настраиваю себя, что ко мне будут приходить крутые люди, а потом с хорошим настроем делаю рекорд. Ну да, то есть настой, настой, как клей будет, как вам сказать, как магнит будет притягивать людей крутых, активных. То есть, когда вы делаете рекорд, обязательно, в порядке, пожалуйста, настройте себя только на хорошее. Даже если будут отказы, просто пропускаем мимо и делаем дальше рекорд. Данит, следующий, данит, следующий. Это первая ваша позиция должна быть. А не просто, вот отказал, значит, я тоже буду отказываться от своих мечтей. Они же сами себе отказали, не вам. Они же себе в своем успехе отказали. Настрой, это самое главное, девочки, настраивайте себя только на хорошее. Даже если отказ, работаем следующий. Все, больше не написали, да? Так, смотри, Ирина пишет тебе спасибо. Да, девчонки, вам спасибо за вопросы, вам спасибо за внимание. Мы с Мадиной желаем вам удачи, роста, успеха, везения, во всем вдохновения. Обязательно хотим пожелать трудолюбия и упрямости, чтобы до статуса генеральный партнер вы упрямились и шли туда вверх, вперед, выше, дальше, больше. Всем спасибо огромное за внимание. Если вот говорить, отправьте нам тоже ваши ссылки на вашу группу. ВК и в Телеграм, да? Мадина, я думаю, ты отправишь, да, девочка? Ой, все, 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 я говорю тем, что только ваши команды могут работать с промо-файстрелем. Да. Это же разработка для вашей же команды. Да, разработка. Разрабатывала Наташа Уткина, наставница на изгуль файзулиной, вот, и Максим нехороших, как раз вот сын той Валентины Афанасьевны, которая вот ушла с начальника, со статуса начальника налоговой инспекции, да, променяла, как она говорила, ее ругали соседи, что променяла хорошую работу, то честную носить его уху. Мы тогда так смеялись, ну вот, у кого как, у кого что. Кому что важнее, кому важнее, действительно, статус, деньги, развиваться, кому-то вот уберечь насиженное место и жить на копейки. Я вот больше путешествовать люблю, чем на копейках. Вот, я, знаете, я всегда говорю, люди жадные не смогут работать в сетевом. Люди жадные, люди подлые, да, они не могут подняться в сетевую компанию, особенно, если компания честная. И если ты отдаёшь, ты получаешь больше в компании. Конечно. Умейте просто благодарить, умейте просто помогать, ну, просто отдавать, и тем самым будете получать. Да, плохой какой-то, капризный, неуверенный в себе человек. Ему будет сложно вырасти, потому что он пока всех ругает, извиняюсь, пока он про всех сплетничает, у него времени-то на бизнес нет, и люди-то к нему как относиться будут. Вот, поэтому тут только добрые, честно, открытые люди действительно выстреливают. И сколько раз я замечала, как только директор, даже если он вырос, он начинает злословить, капризничать, какие-то претензии предъявлять, он даже может упасть. Потом он перестаёт это всё, проходит где-то какие-то тренинги, где-то какое-то обучение, и я смотрю, он снова растёт, он снова молодец. Понимаете? И причём на любом статусе может зашипать ещё. Знаете, я никогда деньги не жалела, Андрей Кванович. Я тоже никогда. Никогда деньги не жалела на подарки команде. Мне тоже не жалела. Каждый каталог я делаю розыгрыши, чтобы команде приятно было получать подарки. Ну, я подарки делаю только за заслуги. Да, за заслуги я тоже делаю. Просто, видите, розыгрыш, это, знаете, нравится же всем получать подарки. Вот это новичком, чтобы было как в виде, как приятная мотивация, я это организую, каждый каталог. И я смотрю, многих команд нету такого. И ещё спрашивают у меня, вот как ты растёшь? Если ты готов, да, например, ну, как вам сказать? У нас, слушай, вот, Мадин, у нас очень много структур, ну, вот в России, да, девчонки, мы в инструкторе в команде вообще практически ничего не проводят. Мы, наоборот, любим расти на марафонах, на знаниях, чтобы больше дать. Чтобы больше дать. И обучение, как раз за блок след, только марафонент, команда аккуратно. Но я ещё плюс, ну, это как, для новичков чтобы было приятно, понимаете? Это как акция наставника называется. Да. Вот. И, говорит, сохраните, пожалуйста, говорит, эфир, сохраним. Сохраним. Мой, к сожалению, и не сначала. Я забыла поставить на запись. Да. Ну, Анечка, я очень признательна вам, благодарю вас, что вы свое драгоценное время так уделили, посетили моей команде. И мои девочки очень благодарны. А ты моей. Да. Девочки, если что, можете писать, я тоже в чате нахожусь, Кононовой, и вы можете задавать мне уличные вопросы, я могу отвечать тоже. Вот, смотрите, здесь вопросов нет. Да, всё. Всем пока-пока. До встречи с вами в новых эфирах. Кстати, огромное спасибо, что вытащила меня в эфир. Да, потому что я сама туда-сюда везде бегом-бегом, а ты говоришь, Аня, давай эфир проведём. Я думаю, конечно, надо. Здорово, когда в команде активные лидеры, амбициозные лидеры, те, которые сами себя теребят, толкают. Муж меня ругает. Муж мне говорит, знаете, муж что говорит мне? Говорит, только идти с вайфир. Он мне говорит, ты, говорит, чё, чокнулась, всё время проводишь эфиры. Говорит, ухаживай за ребёнком. Ну, всё-таки мужчины же, у них мышление же финанское, как говорится. Я говорю, вот через эфиры я передаю информацию, которую будет команда расти и расти. Ну, ты ему уже показала деньги. Я как только родила, вышла с роддома и сразу проводила эфир. Представляете? Сразу же. Мама гизла. Ладно, давайте. Всем пока-пока. Спасибо за внимание. Я, кастряга, кастряга, улькун рахмет. Гуссыныздер, табыстарынызвысын. Я, нажал, халкыздар, гайдарын.